Добрый день! Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск из цикла «Об истории средних веков», третий сезон этого цикла, где мы говорим об истории Британии и сейчас об истории Донормандской Англии. Мы посмотрели цепь событий, которые происходили в те века и посмотрели на историю церкви, а сейчас будут выпуски, посвященные истории общества, экономики в это время. Валентин Хохлов Что касается жизни раннеанглийского общества, то моим основным источником является Фрэнк Стэнтон, автор истории англосаксонской Англии в цикле «Оксфордская история Англии», то есть наиболее авторитетный источник в этой сфере. И вот описывая свои предположения о структуре раннеанглийского общества, он делает несколько допущений, потому что, естественно, четких каких-то документов 6-7 века практически не сохранилось. Так вот, допущения следующие. Первое, что переселение англосаксов в Британию начиналось с рейдов небольших дружин под руководством таких вождей, как «Элле», у которого было 3 корабля, «Кердик» или «Чердич», у которого было 5 кораблей. И вот эти небольшие группы не могли оказать существенного влияния на общественную жизнь Британии. Второе. Дружинники раннеанглийских королей заложили основу знатик. И вот это предположение основывается на законах короля Этельберта, это начало 7 века, в которых уже видно знатное сословие или его зачатки. И третье предположение, то, что основная часть страны английского общества была представлена свободными крестьянами. Опять же, можем судить об этом косвенно, исходя из анализа законов короля Этельберта. Потому что у вот этой основной части свободных крестьян не было никакого иного господина, кроме самого короля. От себя я добавлю, что здесь вижу ряд параллелей с королевствами Франков и Весткотов. И скорее общее, чем различия. Значит, все эти племена пришли на территорию, где уже существовало развитое общество. Были публично-правовые институты. А в VI веке, помимо исчезновения центрального правительства в Риме, существенных изменений в жизни этого общества не произошло, а тем более резких. Об этом пишет и Гизо, который был основным источником для первого сезона цикла, и Лебек, который описывал франциское королевство времен мировингов. То есть мы видели, что общество в VI веке жило абсолютно так же, как и в V веке, кроме того, что изменилось центральное правительство, вместо императора стали воровские короли. И скорее всего, в том же ключе происходило развитие раннеанглийского общества. Значит, то, на что мы можем опереться. Это, в первую очередь, законы короля Ине в Уэссексе. Это конец VII века. Мы можем проследить развитие тенденции по сравнению с тем, что было в законах короля Эльберта в Кенте на начало VII века. И там изменений не очень много. Схожесть заключается в том, что основная часть общества – это свободные крестьяне, это киорлы. Хотя вот у Иссексе уже более выражен элемент знатных семейств, но это почти 100 лет спустя. Подобно Франком и Готом. За убийство киорла у Иссексе была вира в 200 шиллингов серебра. А вот, допустим, в солической правде у Франков вира была 200 солидов. А солид и шиллинг – это одно и то же. Значит, в Кенте вира была 100 шиллингов, но, правда, с золотом. И вот Стентон оценивает соотношение. Это 100 шиллингов с золотом, как 2000 серебряных шиллингов, что, конечно, гораздо больше. Значит, двумя публично-правовыми повинностями, то есть повинностями, обязанностями гражданина по отношению к государству были служба в народном ополчении Фирде и поддержка королевского двора своего рода натуральным налогом, который назывался Феорум. Была еще третья повинность, о ней позже расскажу. Значит, так вот, если мы говорим о Феорме, то, да и вообще, служба Фирде и Феорм очень напоминают те повинности, которые были у граждан античных государств и Римской республики, и древнегреческих городов-полисов, где все свободные граждане должны были защищать свое государство, то есть служить в народном ополчении, когда оно созывалось. Это абсолютная аналогия с Фиртом, как мы увидим. Значит, аналоги, конечно, в Римской империи уже взимались в денежном выражении, то есть такой вот натуральный Феорм кажется неким регрессом, но если мы учтем, что все-таки ранние английские короли – это вожди германских дружин, то, ну, как бы, обычай взимать такую вот дань в натуре продуктами труда, короче, продовольствием, мне кажется нелогичным. Так что вот этот Феорм в таком натуральном виде, опять же, вы увидите, в чем он будет заключаться, он кажется довольно логичным. Основной податной единицей был хайд. Ну, кстати говоря, в римское время тоже основной такой налоговой, налогооблагаемой единицей был надел земли, измеряемый югером. Хайд – это тоже единица измерения площади земли, она обозначает земельный участок, который обычно был необходим для поддержания существования одного домохозяйства. И вот, собственно, размер хайда в, как бы, единицах площади варьировался в зависимости от региона. В Кембридшире это порядка 120 акров, в Уилдшире и Торсете порядка 40 акров, что может быть связано как с разницей в плодороге и земли, так и с количеством свободных крестьян в этих регионах, менее, как бы, населенные регионы позволяли выделять домохозяйству больше в участке, но и то, и то называлось хайд. Значит, этот надел в ряде регионов Англии, в первую очередь в Уэссексе, Линдси, Дейли и на юго-востоке Мерсии, входил в систему открытых полей. Это неявно можно заключить тоже из законов ИНЭ, потому что там шла речь, в частности, о выпасе скота на общих полях. То есть были не огороженные наделы каждого крестьянина, а было общее поле, где перемежались участки отдельных домохозяйств. И такой тип землевладения был также типичен для Северной Германии. Однако эта система не была типична для Британии изначально, потому что мы не видим открытых полей на северах в Стоке Англии и на западе Мерсии у границы с Уэльсом. Значит, в Кенте была другая система, она называлась Сулунг, от слова Пулунг, кстати говоря, и обозначала надел земли, который вспахивался упряжкой из восьми валов. Почему мы об этом можем судить? Дело в том, что в старейшем из сохранившихся завещаний в Кенте было упомянуто наследование половины Сулунга и четырех валов для его обработки. То есть вот поэтому связь Сулунг – это то, что обрабатывается упряжкой из восьми валов, а четверть Сулунга называлась йог. А деление земли на Сулунге и Хайды, оно принципиально имело различную природу, потому что Хайд – то, что нужно для поддержки одного домохозяйства, разной площади. А Сулунг – это то, что вспахивает восемь валов, и тут уже как бы более четко по площади. Но когда Кент вошел в состав Мерси, это было в начале девятого века, была достигнута договоренность считать, что один Сулунг примерно равен двум Хайдам. Значит, королевская администрация, по всей видимости, не доходила до каждого отдельного домовладения. И в ранних записях мы просто видим круглые цифры Хайда. Значит, вероятно, вот эти Хайды оценивались, ну так, агрегированно. И мы, кстати, увидим, что это может быть связано с наличием такого феномена, как сотня. Значит, и вот количество подовольствия, поставляемого в виде ферма, оценивалось по таким агрегированным данным. А уже как его разбить по конкретным домохозяйствам, это решала община на собрании, которое называлось МУД. Кстати, будем встречаться с этим словом очень часто. МУД, МОД, КЕМОД. И также это слово мы можем увидеть, например, в области линии колец у Толкиена. Вспомните ЭНТМУД, собрание ЭНТОВ, где они решали воевать им или не воевать. То есть вопросы войны мира. Очень типично для древнегирманской общины Толкиен, разумеется, как специалист в области древнегирманских языков, древнеанглийского языка, он это прекрасно знал. Это не случайно совпадение. Значит, теперь, что касается ферма, приведу нам два примера. Король Мерси Оффа собирал с 60 хайнов в Уэстбери на Триме. Следующий ферм. Одна большая бочка светлого эля, один кумб мягкого эля и один кумб британского эля. Кумб это единица, вот, видимо, измерения объемов. Непонятно какая, но, скорее всего, это бочонок. Что-то типа не очень большой бочки бочонок. Значит, 7 валов, 6 баранов, 40 сыров, 30 амберов ржи и 4 амбера муки. Амбер тоже единица измерения объемов. Не знаю, чему он соответствует. Нет у меня такой информации. Значит, более ранний документ короля Уэссекса Ине дает такое понимание ферма с 10 хайдов. Это 10 сосудов меда, 300 буханок хлеба, 20 амберов британского эля, 30 амберов светлого эля, 2 взрослых вала или 10 баранов, 10 гусей, 20 кур, 10 сыров, амбер масла, 5 лососей, 20 фунтов корма для скота и 100 угрей. Но если учесть, что это все приводилось не с одного дома хозяйства, а вот с 10 или в случае кофе с 60, то можно увидеть, что это не такое уж тяжелое налоговое время. В принципе, очень умеренный ферм. А Стенден считает, что Феорн пришел на смену более древней натуральной повинности населения спешать короля и его людей и посланников, когда они проезжают по стране. Вот их нужно было размещать на ночлег и кормить. И даже в 9 веке мы находим следы вот этой адхоичной повинности. Так, король Марсии Георн в 814 году указал епископу Вустера на то, что тот обязан кормить 20 людей короля. А король Беорнвульф, освобождая монастыри от многих повинностей, тем не менее указал, что они по-прежнему должны кормить посланников, проезжающих между Мерсией и Нортумбрией или пребывающих из-за моря. В правлении Оффе мы видим третью повинность. Это участие в строительстве мостов, крепостей и прочих публичных объектов. Подобная повинность существовала в римское время для органов местного самоуправления, то есть для Кури. Они должны были поддерживать публичное строение. Объекты, публичные объекты. Но при короле Ине мы ее вроде бы как не встречаем. То есть там мы видим только ферм и службу в Фирде. А вот уже при Оффе мы видим участие в строительстве мостов, крепостей и так далее. И в более позднее время при короле Эдуард Исповеднике он также давал своим чиновникам, Ривам, право созывать по одному человеку с Хайда для участия в строительстве городских стен и мостов. А неявка на такой вызов каралась штрафом Бойл-40 шильфов. Что касается службы в Фирде, то ее должны были нести все мужчины, способные носить оружие. И это очень типично для древних германцев. И для античного времени я говорил, и для древних германцев, когда все свободные мужчины были воином и ходили в такое народное ополчение. Но это все-таки в Сучьи Англии было именно ополчение, а не собственно армия в нынешнем смысле слова. Почему? Потому что это ополчение созывалось для защиты Шира и очень редко использовалось за его пределами. А для участия в военных походах, таких далеких, за пределы своей земли привлекалась, в первую очередь, дружина короля. Позднее мы уже будем их встречать под именем Хускарлов или Хускарлов. Ну это уже там 11-й век, там 10-й век. Ну и раньше, видимо, были дружины у королей, такая ближняя дружина. И также знатные люди, тены или таны, позднее это эквивалент барона. И это уже человек, который не пашет, не женет, а только несет военную службу, но не является членом ближней дружины. То есть это вот такая региональная знать, основа будущих феодалов. Но вот Стэнтон интересно замечает, что по его мнению, вот такая основа, такой профессиональной армии, возникала не из-за бедности кеорлов. Потому что, ну, можно подумать, что чтобы быть профессиональным воином, нужно иметь достаточно денег для абонирования, для экипировки. Но Стэнтон пишет, что вплоть до середины 12-го века крепко стоящий на ногах крестьянин мог себя экипировать практически так же, как рыцарь более поздней эпохи, там 11-го, начало 12-го века. Так что это все-таки не в этом, возможно, дело. Значит, далее, следующая тема, это административно-территориальное отделение. То, что мы встречаем в виде широв, это уже конец 8-го века, это более позднее отделение. Поначалу его, видимо, не было, вот до середины 8-го века. Единственные слова, которые обозначали части королевств, были провинции и регионы. То есть слова и термины еще, которые сохранились с римского времени, и особенностью является то, что они встречались только в письменных источниках. Это латинские слова, и у них не было, по сути, англо-саксонских эквивалентов. То есть в разговорной речи, получается, это не употреблялось. И еще интересно, что, допустим, провинции и регионы это те единицы, на которые делится современная Италия. То есть это, ну, по всей видимости, наследие римских времен. По германским словам, ну вот в некоторых названиях вроде бы сохранился суффикс «ге», созвучный с немецким «гау» – «земля». Известно староанглийское слово «мект» – «род», «семейство». Но это может указывать на какие-то следы родоплеменной организации. Более важно сохранился рудиментарный суффикс «сетан». Например, в слове «уилсетан», что обозначало «люди у реки Уайли». Позднее это трансформировалось в «уилтшир». Главный город был Уилтан. И мы вот видим «уил», «уилтан», начало «уил» берется, плюс добавляется слово «шир». И «шир» как суффикс. И также был суффикс более, видимо, ранний «сет». Созвучный со словом «сетан». Потому что вот есть «дорсет» – известный такой регион. И вот он назван от имени главного города – «дорчестер». Значит, или рядом «сомарсет». Там главный город – «сомартон». То есть мы видим, да, берется начало названия города и добавляется «сет». А со временем, видимо, вместо «сет» или «сетан» стали говорить «шир». Потому что вот «чашир» – это регион с главным городом «честер». «Йоркшир» – понятно «йорк». «Оксфорд» – «шир». «Оксфорд» и тому подобное. Но это большее такие территориальное образование. А меньшим территориальным образованием была сотня. По-английски «hundred». Но вот это буквально, значит, сотня. И Стентон пишет, что первоначальные регионы делились на сотни по площади хайтов. То есть в идеале это было 100 хайтов. Вот это такая единица. Но на самом деле в реальности размеры сотни варьировались. Это не обязательно было 100 домохозяйств. Значит, свободные люди, которые образовывали сотню, они собирались на народные собрания. По-латыни они назывались «популария консилия». Это мы встречаем в начале IX века при короле Мерсии Кенульфе. А вот в конце IX века в правлении Альфреда Великого, примерно тот же самый институт, назывался «фолк гемот». То есть видим, да, «фолк» – народ и «гемот» – собрание. Народное собрание. Абсолютно та же идея, только уже англосаксонское название. И что делало это собрание? Оно было судом в гражданских делах, оно распределяло феорум по домохозяйствам, и оно решало, кто будет призванным в пирт от этой сотни. Значит, собрание обычно собиралось под открытым небом раз в четыре недели. Вспомним собрание Архимпурга у Франка, древняя германская община, тоже очень похоже. Вел королевский чиновник, которого называли Рив. В дальнейшем, кстати говоря, когда сотни группировались уже в Шире, то Рив Шира назывался Шир Рив или же Шериф. Более крупное объединение, их возглавлял Олдерман, а вот таким чиновником Ривом был Хай Рив. И вот, кстати говоря, иногда еще его называли вице-граф. Так что Рива можно считать, вообще-то, эквивалентом Бальди, но Бальди появились гораздо позже, в Высоком Средневековье, там при Филиппе Августе и позднее мы встречали в Иерусалимском королевстве и в Ахейском княжестве. То есть это типичный такой термин для чиновников Высокого Средневековья, а Рив – это гораздо более ранний термин. Но, по сути, то же самое. Значит, с VII века мы также видим практику, когда короли жаловали определенные земельные наделы, освобождая их от ряда публично-правовых повинностей. То есть они выделяли эти наделы как бы в какие-то другие формы, которые уже регулировались приватным правом. Это вот было важной вехой на пути к феодализму. Вообще вот Англия шла к феодализму параллельно с континентальной Европой и не совсем так, как королевство Франков. То есть они не совсем синхронно эти события проходили. И вот в Англии особенностью было то, что с конца VII века распространилась практика издания Хартии. Но, скорее всего, ее архиепископ Теодор принес из Греции. И вот в Хартиях была обозначена на каких условиях и как жаловалась земля. Вот и ранние Хартии. Это в Уэссеке при короле Кине в Уфе в 778 год, в Мерси при короле Уфе в 788 год. Но более подробно в карте короля Этли в Уфе в 855 года прямо указывается, что пожалованная земля освобождается от всех повинностей, кроме службы Фирди и участия в строительстве мостов. То есть, видим, что прочие публично-правовые повинности король не взимают. И они отходят к лорду, которому эта земля отдавалась. В частности, расследование правонарушений и судебные дела на этой территории становились уже делом лорда, а не короля. И Феорум тоже собирал лорд, а не король или его олдермен. То есть, фактически, это то, что позже станет Феодом в Европе. В Англии же такие вот наделы назывались Бокленд или позднее Букленд. То есть, книжная земля. Земля, выданная на основе Хартии в противовес Фолкленду. То есть, земле, которая была как бы общинной, общественной, публичной. И на которой в полной мере все публично-правовые повинности взимались в пользу корон. Вообще, большой вклад в понимание разницы между Буклендом и Фолклендом внес в ускорение виноградов, который в конце 19 века, как можно так перефразировать, открыл англичанам пласт их собственной истории. Даже вот Стэнтон пишет про важность находок виноградов. И, кстати, Виноградов, будучи еще в России, он сделал перевод трудов Гизо на русский язык. И я думаю, что идеи Гизо, его взгляд на становление федеризма оказали большое влияние на взгляды самого Виноградова. Значит, однако у Букленда, в отличие от феодов в Европе, есть некоторые атрибуты Аллода. Это в то время как Фолкленд, это чисто общественные земли, как они были в римское время, вот именно общественные. Пример. Один человек мог владеть и Буклендом, и Фолклендом. При этом Букленд передавался по завещанию, как частная собственность, как ООН. А вот передача Фолкленда требовала издания Королевской Харти, то есть публично-правового документа. Далее еще один пример. Стэнтон приводит его. Это 858 год. Король Кента, Этельбер, совершил обмен земель со своим министром Вульфлафом. Так вот, как это было обставлено? Вульфлаф получил земли в Осингвелле. Они были пожалованы как Букленд, соответственно, король потерял право взимать феору с этих земель. Это отошло Вульфлафу. Для того, чтобы компенсировать себе эту потерю, король у Вульфлафа взамен взял земли в Мершиме и превратил их в Фолкленд. Так прямо и написано, сделал их Фолклендом. А получается, что это значит? Он наложил на них публично правовые повинности. И вот тут мы видим очень четко разницу между Буклендом и Фолклендом, и правовой режим этих территорий. Интересно также, что такое министр в этом контексте. Ну, мы знаем, что полноправный король в то время звался Рекс, суверен, над которым никого не было. Мы можем проследить эволюцию титулов последнего короля Эссекса, когда Эссекс был включен в состав Мерсии. Поначалу этого человека звали Рекс. Потом, когда его королевство было включено в состав Мерсии, его стали звать Субрегулус, то есть типа подчиненный король или вице-король. А позднее его же стали называть Дукс, то есть герцог или же Олдерман. И этим полностью подтверждается мое предположение, что Олдерманы в Англии 8-9 века соответствовали континентальным герцогам. В то же самое время в Англии были люди, которых называли графами, именно вот по-латыни комос, потому что эрл это другое, о них будем позже говорить, этого еще не было тогда. А вот это были комос, графы, это слово использовали в его изначальном римском смысле для приближенных короля, то есть его компаньонов, ведь комос это по-латыни компаньон. И вот в харте короля Ассоциативного Вульфа 778 года написано, что он жалует земли некому бике, тот назван комос и министр, то есть министр и граф, как и в Римской империи, в поздней Римской империи. Мы об этом говорили в самом первом выпуске первого сезона, когда рассматривали структуру правительства поздней Римской империи. Мы видели, что министрами короля были графы, или графами называли министров, и тут же мы вот проводим аналогию с Уэссексом времен Кин и Рольфа, то есть приближенный короля, член его правительства, называется граф и министр. Также хартия короля Овки, 1788 год, жалование земель одному из министров, короля. И вот Стэнтом считает, что эти графы и министры это ближний круг англо-саксонских королей, это образовывалось из числа той германской дружины, которая с первыми королями пришла в Британию. Далее, в самых ранних законах короля Ине, о которых мы говорили, это конец 7 века, представители такой знати называют гесит или геситкундмен, что буквально значит человек уровня компаньона. Вира за такого человека была 1200 шиллингов, в 6 раз больше, чем за свободного христианина, за Киолова. Аксадерия у франков, вира за графы была в 3 раза больше, чем вира за свободного человека. Но правда в законах короля Ине есть также люди с вирой 600 шиллингов, и в 2 раза меньше, чем за графа. И Стентон считает, что это были представители знати бритов, то есть той знати, возможно, он делает предположение, что возможно это была знать еще до англо-саксонского покорения Британии. И вот эта знать, у них была вира в 3 раза больше, чем за свободного человека, а логика в этом в принципе есть. Потому что мы знаем, что в воровских королевствах франков или готов за знатного гала Римлинина, и бера Римлинина, вира была в 2 раза меньше, чем за графа франкского или готского. Однако вот этот класс, если он существовал, класс бритской знати, британской знати, исчезает к правлению Альфа до Великого. И возможно, эта аристократия была вытеснена новой, возможно, она сошлась снова и стала единым классом уже тех компаньонов королей, графов, вышедших из чиновников. Также в законах короля Инны мы встречаем заворождение монореальной системы или английского крепостного права, не путать это с крепостным рабством в России. То есть это система, где были арендные отношения, крестьянин-ориентатор, лорд-земревладелец, крестьянин или же Виллан. И лорд договаривались между собой о том, что лорд дает участок земли, обычно это был ямок или черпить хайда, а Виллан взамен платит аренду или в виде труда, отработки, типа башины, или в виде продуктов своего труда, то есть типа оброка. Скорее всего, законы Инны подразумевали, что лорд также предоставлял Виллану дом и землю для засева. Поэтому закон требует, чтобы Виллан в том случае, если он уходит с участка площадью 20 хайдов, засеял как минимум 12 хайдов. Если там участок 10 хайдов, минимум 6 хайдов засеял. С участка 3 хайда засеять минимум 1,5 хайда. То есть, если Виллан уходит со земли, он должен сделать так, чтобы лорду что-то осталось, чтобы не было так, что он взял на себя обязательства, ничего не выполнил и ушел, и все бросил. В этом смысл был крепостной зависимости. Если тебе что-то дается земля, то ты должен что-то дать взамен. И не можешь просто так взять и уйти и сказать, а я свободный человек и ничего не должен. Вот такие отрывочные сведения мы видим у Стентона о жизни общества в ранний период англосаксонских королевств. Это период, когда происходила конвергенция бритов и англосаксов. Когда большая часть общества была представлена свободными христианами, многие из которых владели собственной землей, ойверсный хайд и более. Когда суд вершился общиной на фолкутах, что типично для германцев. Когда законы королей описались скорее под влиянием германских обычаев в области права. Очень напоминают они соличество и исконскую правду. Когда происходило зарождение англосаксонской знати из бывшего дружинника королей, из которых происходят графы и министры, которые получают себя на дело земли, называемые обухом. Вот, в общем-то, это все о раннем этапе. В следующий раз рассмотрим структуру общества и институты в конце 9-го, начале 11-го веков. Я напоминаю вам, что у меня есть страничка на сайте Патрон. И если у вас есть возможные желания, то подписывайтесь на меня так, там и на пожертвования. Патрон.комкаса, B-A-L подчеркивание, K-H-O-K-H-L-O-V. И также подписывайтесь на мой канал в YouTube. Я благодарю вас за внимание. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok